Новорожи Не ворожи печаль, на ворожи любовь, на ворожи, на ворожи судьба. Разделила нас река, вот тебе моя рука, хватит строить замки из песка. Если вдруг откажешь мне, снова попрошу, на ворожи судьба. Роман Викторович сообщает о приезде Бориса и о его решении жениться на Нике Сопы. И просит сына, находящегося в розыске, быть особенно осторожным с Линдой. Линда под благовидным предлогом проникает в гостиницу в номер Лизы. Лиза знакомит свою новую подругу с Матвеем Самсоном. Лиза знакомит свою новую подругу с Матвеем Самсоном. Коньяк по подъездам пить, да это ерунда. То, что ко мне пришел, наверное, совсем дела плохи. Да, есть такое дело. Ты знаешь, я тут вот подумал, а мне больше никому идти там. Чего-то ты вдруг решил, что я вообще с тобой разговаривать стану. Я и не был в этом уверен, в общем-то. Все равно пришел. Выбора не было. Так, на, пей. Что это? Что? Валерьяна, что? И всякая трава еще. Зачем тебе, Валерьяна? Затем, чтобы успокоиться. Пей, не торопясь, так. Чтобы не нервничать. И рассказывай. Рассказывай, что у вас произошло. Что вы с Митей не поделили. Только не торопись. Успокойся. Да. Как точно. Не поделили. Давай, пей. Так мы уже знакомы немного. Правда? Интересно. Ну, проходи, чего же стоять-то в дырях? Я вас не помню. А, совсем не помните? Извините, у меня в последнее время было очень много встреч. Вы к нам в салон приходили, Ирину на работу устраивать. А я там администратор. Да. Привет. Привет. К тебе можно? Да, заходи. Сейчас. Не получается телевизор настроить. Садись. Ну, ладно. Ну, как дела? Отец приходил? Да, приходил. Его менты отпустили, потому что на него ничего нет. А вот на меня есть. Да, кстати, держи. Вот это тебе спасибо за убежище. Да не за что. Ты что? Скажи, если мне вдруг понадобится, смогу я воспользоваться твоим гостеприимством, а? Ну, конечно. Тебе вообще не нужно было переезжать в гостиницу. Мог бы там оставаться. Ты знаешь, я не хочу, конечно, лишний раз там светиться. Но для разовых встреч место просто идеальное у тебя. Минуточку. Встреч? Каких встреч? Ты что, там собираешься встречаться со своей Линдой? Да ты что, Женечка, нет. Конечно, нет. Просто для того, чтобы разрулить эту ситуацию с ментами, мне нужны встречи с некоторыми людьми, понимаешь? Ну, ладно. С некоторыми людьми встречайся. Только осторожно. А насчет остального у нас с тобой уговора не было. Да, конечно, разумеется. Разумеется. Ну, раньше ты меня угощал. А сейчас даже выпить не налил. Прости, ты видишь, я сейчас мало куда выхожу. Вот выпивка, у меня есть копченая курица из палатки, из сыр тофу больше ничего нет. Спасибо, я пошутила. Не нравится мне эта Линда. Не такой мне нужен был администратор. Женечка, мне кажется, ты просто ревнуешь. Кого? Тебя? Ты что? Нужен ты мне сто лет. Она просто наглая, своенравная. Указания мои не выполняет. Знаешь, а мне вот она этим и нравится. Угу. А ты вообще знаешь, кто она, откуда, где ты ее подцепил? Пар. Пар. Здорово. Ты откуда? Привет. Да дела, дела, Боренька. Слушай, ты с того выглядишь. Да. Слушай, приготовь кофейку, а то надо голову в порядок привести, ладно? Да я уже сделал, сейчас принесу. Давай. Пар, я тут все думал о том, что ты мне рассказал. Волнуюсь я за нашего Тулика. Не волнуйся, не волнуйся. Ты ему все равно ничем не поможешь. Так, Пав, ну, может, я могу с ним встретиться, я не знаю, поговорить, поддержать его. С ним все в порядке, Боря. Я думаю, что все его проблемы нам удастся в ближайшее время разрешить. Я с ним тут виделся. А вот тебе я советую, пока все это не рассосалось, держаться от него подальше. Ну, ты можешь мне хотя бы сказать, где он? Тебе этого знать не надо. Да. Понятно. Это все потому, что я с Никой. И поэтому тоже. И еще, я тебя очень прошу, ты пока, Ники, не рассказывай про наши семейные дела, ладно? Спасибо, что сказал. А то бы я сам не догадался. Ну, ладно, ладно, не кипятись, не кипятись. Ты же не маленький, понимаешь, что ее отец ключевая фигура во всех наших неприятностях. Пап, ну, выходит, что Соболь во всем виноват. Ну, а кто еще, Боря? Он прекрасно понимает, что меня ему прижать не удастся, а вот Толю он может очень серьезно навредить. Пап, ну тебе не кажется, что наш Толик тоже друф наломал? А что ты хотел? Везде пролез. И все шито-крыто. Ты сам виноват. Я знаю. Не учи меня. Ну, это хорошо, что ты понимаешь свои ошибки. Ну что, будем перевоспитывать. Бесполезно. Знаешь, сама моя большая ошибка, что я вообще связался со Шматовыми. Да, это точно. Все, к чему они прикасаются, превращается в дерьмо. А ты что, только сейчас это понял? Ты только дум, Гер. Да нет, Дмитрий, раньше... Раньше как-то не так все с ними было. А мне кажется, с ними и раньше все так же было. Ты не представляешь, меня Толя в такой криминал втравил, и из-за него человека сбил. Ну да, я знаю. Только не понимаю, как можно втравить в какой-то криминал человека без собственного согласия. Он заставил меня, ты пойми. Он ненормальный, вообще... Он ненормальный. А ты невинная жертва, да? Хватит читать, не морально. Я сам все прекрасно понимаю, учитель нашелся. Ну, че ж ты такой умный, и ко мне пришел. Не знаю. А я знаю. Помощи просить. А если и так, то что? Так, ну я, значит, правильно догадалась. Все дело в работе. Начали работать вместе, и пошли скандалы, да? Да. Правильно. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Почему должно? Так у всех? Нет. Не у всех. Понимаешь, вы с Митей оба лидера. Вы подчиняться не любите. Вы любите только командовать. Поэтому вместе вам тесно, а врозь скучно. Так? Так. Ну вот. Что же делать? Митя на меня сейчас очень сильно обижен. Таня, это ты решай сама. Сама? Сама я уже столько ошибок наворотила. Ба, скажи. Ну, тут выход один. Если ты считаешь себя умной, а мне кажется, ты считаешь себя умной, надо уступить. Уступить? Да. Нет, ну тогда нашему, тогда это просто будет конец фирме. Ты понимаешь, особенно после этой истории с фальшивым золотом у нас дела идут вообще ужасно. И все равно, Тань, надо уступить. Нет. Я должна вывести мою фирму из кризиса. Я не могу бросить дела. Сейчас не время изображать покорную жену. Да почему же ты не хочешь ему доверить? Чего же ты ему не доверяешь-то? Да потому что Митя ничего не понимает в бизнесе. Он разрушит весь мой бизнес. Тань, вот если бы ты сейчас со стороны тебя слушала, мой бизнес, я должна, он ничего не понимает, он все разрушит. Да разве не так? Так. Так. Ну ты хочешь добиться успеха в этом своем бизнесе, будь он трижды проклят, а Митю потерять? Бизнес. Все помешались на этом бизнесе. Господи, слава Богу, что я прожила жизнь не в бизнесе. А вы как-то совсем не похожи на лесника. Лиза. Я просто рассказывала девчонкам, как мы с тобой познакомились. Лиза рассказывала, что вы занимались бизнесом, а потом отошли от дела и все бросили. Извините, что я спрашиваю. Да ничего, действительно, это было так. В наше время люди как-то стремятся войти в бизнес, а не выйти из него. Вы так не считаете? Вы знаете, наверное, на это были веские причины. Наверное, какая-нибудь драматическая история. Линда, простите, ради Бога, Матвей не любит говорить на эту тему. Я предлагаю ее закрыть и давайте чего-нибудь выпьем. Я чего-нибудь сейчас закажу. Пошел? Да какая тебе разница, кто она, откуда? Толик, я тебя удивляюсь. Ты объявлен в розыск, тебе угрожает опасность и при этом ты доверяешь едва знакомой женщине. Знаешь, знакомая, незнакомая, это не имеет никакого значения. Чем-то держит она меня, я не понимаю, чем. Да ты что, чем же она тебя так держит? Интересно, как же можно так зацепить мужика, чтобы напрочь отключить у него чувство опасности? Ну, хотя бы тем, что отказала мне, когда работала еще стриптизершей. Что ты говоришь, отказала? Надо же, тебя это так зацепило, да? Ну, подумаешь, получила-то ворот-поворот. Ну и что? Толя, тебе сейчас не об этом нужно думать, а о том, как бы не посадили тебя. все-таки она необычная женщина. А тебе не приходило в голову, что эта необычная женщина не случайно встала на твоем пути именно сейчас? Я согласен тебе помочь. Удивлен? Да нет, я в общем-то за этим и пришел. Я думаю, тебе сначала нужно сходить о милиции и во всем признаться. А с Лукиным я как-то переговорил, чтобы смягчить твое наказание. А чьи-то ты вдруг хочешь мне помогать? В память о всех тех добрых поступках, которых я для тебя сделал, что ли? В памяти о нашем детстве, Гер. Вот ты загнул, дружище. Детство. Блин. Да, это именно так. Я что-то в то время думал, что мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь. Какой ты романтик, Митька. Я не вижу ничего в этом плохого, Гер. И мне кажется, что люди с годами, они они не меняются. Они могут запутаться, сбиться с пути, как ты. Вот и все. Ты считаешь, что это безвозвратно? Нет. Герка, хочешь, я с тобой схожу на улице. Спасибо, конечно. Но в милицию мы вместе не пойдем. Да я понимаю, я понимаю, что страшно, но надо все начать. Я не по этому. Почему? я там сегодня не был. Ну и что ж ты, полагаешь, что Толик во всем виноват? Ну, выходит, что так. Да нет, ну, конечно, Толик наделал там всяких глупостей. Но если бы Соболь не начал эту войну и играл по правилам, все было бы нормально. Ну что, Соболь начал войну? Ну, а кто же еще-то? Толик надавал ему там всяких кредитов, помогал во всех его начинаниях, а он повел себя нехорошо, неправильно, навешал на нас разного криминала, понимаешь, и под шумок постарался забыть про все эти кредиты. Вот так вот. Пап, прости, но я эту историю услышал как-то по-другому. Это что, тебе к Ника, что ли, наплела всяких там сказок? Нет, ну, я понимаю, я бы тоже, наверное, на ее месте прежде всего защищал своего отца. Пап, ты меня прости, но я не знаю, кто прав, а кто виноват. Для твоей Ники всегда будут правы ее семья, ее родственники. Да, но ее родственники это теперь мои родственники. Ты хочешь сказать, что ее ко мне подослали, но кто? Зачем? Или подослали, или сама на тебя вышла. Да бред. Кому это нужно? Ну, как бред? Вот сам подумай, появилась внезапно у тебя в клубе, да, окрутила тебя в два счета, и при этом ты абсолютно о ней ничего не знаешь. Ну, значит, нужно все про нее узнать. Ну, и как ты это сейчас делаешь? Ну, очень просто, я спрошу ее, и она мне все расскажет. Ой, Толя, ну какой ты дурак, ну господи. Ну, наврет она тебе с трекоруба, и что дальше? Она мне не будет лгать. Откуда такая уверенность, а? Ладно, Толя, пока. Только вот, мне кажется, что это все неспроста, а не к добру это все. Ты будь осторожен. Давай. Пока. Ну, что я, правда, сижу-то, я же повещала. А, знаете, я уже, наверное, пойду. Ворвалась без приглашения. Если удастся еще раз встретиться, буду очень рада. А, ну, спасибо за карточку. Правда, я ее действительно потеряла. Пустяки. Было очень приятно познакомиться, Матвей. Да, Матвею тоже приятно. Он просто сегодня в настроении, так что не обращай на него внимания. Да-да. Может, еще раз сходим куда-нибудь? Да, обязательно. С Иришкой втроем можно куда-нибудь сходить. Созвонимся? Да. Боюсь, не получится. Что? Почему не получится? Потому что мы уезжаем. Ты что, был в милиции? Да. Ты, конечно, можешь мне не верить, но я там был. И что, они тебя отпустили? или же я не могу больше? А что тут странного? Я в конце концов не серийный убийца, и потом я сам к ним пришел. ты так этого боялся. Они тебя разыскивали и... Ага, вот ты взяли и отпустили, представляешь. Оказалось, что идти-то мне некуда. мне не надо. Я ж хотел с Ашматова денег срубить. Шантажировал его там чуть-чуть. Мне вызвалось помочь секретарша Соболя, Стася. И что? Да ничего. Она меня тоже кинулась. Она мне люблю, люблю. Потом взяла деньги. Смелась короче. Да, ты попал. Ой, не говори-ка. Гол как соколы нахрен никому не нужен. Как соберешься выкручиваться? Да никак. Денег нет, работы нет, друзей нет, жены нет. Ты что-то тоже не похож на счастливого Ромео. Ерунда. Что-то с Таней не клеится. Нет, я не могу его потерять. Мы так долго шли друг к другу. А вот сейчас ты хочешь все испортить. Бабуль, да я не хочу ничего портить. Ну, я просто хочу поступить разумно. Понимаешь, я лучше Мите разбираюсь в папинах делах. И прекрасно. Только тебе надо немножко схитрить, но подсказать ему правильное решение. А сделать вид, как будто это он сам придумал. Ну уж нет. Я не хочу хитрить в отношениях с любимым человеком. О, Господи, Атаня, ты прям какая-то дубоватая и прямолинейная. Ну, это никакая не хитрость. Это небольшая уловка. Уловка ради близкого человека. Я не хочу уловок. Тем более, когда я знаю, что права я. Все. Все. Ну что, все? Делай, делай, как знаешь, Таня. Ну, разве нет? Да. Или ты будешь правой. И одинокой. Или ты будешь с Митей рядом. Права. Вот вся твоя правда. Права. Да не бери ты это в голову. Действительно, все очень непросто. На уши. Ну, я понимаю. Я понимаю, что для тебя сейчас главная твоя Ника. И у вас там родится ребенок. Но и ты должен понять, что мы с Соболем никогда не станем друзьями. Понимаешь? Мы никогда с ним не сядем за один стол. Не будем пить на брудершафт. Никогда. Получается, мы с Никой зря надеялись? Насчет дружбы наших семей, конечно, зря. Между нами, ты знаешь, очень давний счет. Но пусть вот на нас это все и закончится. Я за все это расплачусь сам. А ты объясни, Ники. И сам постарайся понять. Ну, скажи ты ей, ну, мы не являемся ее врагами. Понимаешь? О, она очень привезна к своей семье. Ну, а ты-то, я надеюсь, не отвернешься от своей семьи? Конечно, нет. Ну, и объясни это, Ники, объясни, что сегодня здесь ее дом. Мы твои родственники. Они ее враги, понимаешь? Ну, если она это поймет, Боря, я тебя уверяю, все будет нормально. Жизнь наладится. Па, ну, я постараюсь, конечно. Ну, ну, что она тебя нашла? Так ты мне всех под рук разгонишь. Ничего страшного. Мне будет задавать много вопросов. Тем более, насколько я понимаю, она тебе еще не подруга. Господи, ну, подумаешь, спросила. Не могла же она знать, что не нужно трогать эту тему. По-моему, вообще ничего страшного. Лиза, ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда меня расспрашивают о моем прошлом. Тем более, она мне кого-то напоминает. Может быть, ты бываешь в стрип-клубах? Это тут при чем? Да нет, просто до того, как перейти работать в салон, она была стрип-тизершей. Знаешь, у кого? У Анатолия Шматова. Я думал, я никогда больше не услышу эту фамилию. КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Привет, красавица моя. У тебя найдётся для меня одна минутка. А, это ты. О-о-о. Что я слышу, что я слышу. Мне не рады? О, любимый, здравствуй, как ты? А вот это мне уже как-то больше нравится. Рада была пощекотать твоё самолюбие. Да, слушай, вот это очень грубое. Знаешь что, я соскучился, честно. Давай встретимся, а? Слушай, ну что за уси-пуся, а? Тошнит. Послушай, правда, честное слово, я очень хочу тебя видеть. Я кладу трубку. Короче, мне действительно нужно тебя видеть. Ну вот, уже теплее настойчивость, мне больше нравится, чем это сопливое нытьё. М-м-м, вот ты о чём. Ты хочешь, чтобы я был с тобой жёстче? Может быть. Ну хорошо, тогда через десять минут, чтобы была здесь, понятно? Всё, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Николь, пойдём ужинать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, просто папа сейчас ушёл от нас с маме, одинок. Ну, с ней же бабушка. Так бабушка это совсем другое, её нужна сейчас моя поддержка. Николь, ну я всё понимаю, но мы только переехали. Давай здесь обживёмся, потом мы приедем к твоей маме, к моей любимой тёще. Боб, ты понимаешь? Я не понимаю. В её возрасте остаться одной без любимого человека, это очень тяжело. Нет, ну я... К тому же все дети разъехались, и очень одиноко. Ну и что теперь? Ну я надеюсь, ты не собираешься там у неё остаться? Конечно нет, потому что ты будешь здесь. Николь, ну что ты так вот будешь с сумкой, каждый раз, если у тебя что-нибудь в доме будет происходить, туда-сюда бегать? Ну, нет, конечно, я не буду так. Ник, мне кажется, нам уже пора определиться, где наш дом. Да? Да? Твою маму мы не бросим. Ну, Николь. Малыш, ну я тебя прошу, ну... Ну, пожалуйста. Ты должна для себя принять решение. Мы с тобой живём в этом доме или нет? Ник. Ну что, угадал? Тоже проблема? Да, счастливый человек не будет вот так, просто пить коньяк на лестнице с бывшим другом. Спасибо, что назвала меня другом. И бывшим. А ты что хотел? Ты знаешь, если честно, я даже не собирался к тебе идти-то сегодня. Просто так получилось, как-то могли сами сюда привезти. А я тоже никогда не думал, что вот так, встретив тебя на лестнице, буду пить с тобой коньяк. Да и вообще разговаривать. Я думал, в лучшем случае, синяком отделывайся. Ты знаешь, а мне вот кажется, что по друзьям детства как-то по-другому, что ли, относишься. Пытаешься за них как-то держаться до конца жизни. Спасибо тебе. Ты знаешь, может, как-то будем общаться. Ты не подумай, я не то, что там, друзья, тебе набиваясь, но, может, встретимся как-нибудь, поговорим. Поговорим. Ты просишь, чтобы я выбирала между тобой и своей мамой. Это, это жестоко. Ну, Николь, да я вовсе не хочу, чтобы ты выбирала между мной и своей семьей. Просто хочу, чтобы ты определилась, наконец. Ну, ты пойми. Ну, так бывает в жизни, что и люди взрослеют, потом уходят из дома. И это должны понять твои родные. Да, у тебя теперь новый дом, новая семья. Но это нормально, Ник. Мы не собираемся бросать твою маму, ни бабушку, ни сестру, никого. Ну, Николька, ну, я тебя прошу, ну, неужели тебе плохо со мной? Ну. Ну, мы уже любим друг друга. Я не знаю, что мне делать. Да все будет хорошо. Главное, нам определиться, где наш дом, где наша будет жить семья, где будет стоять кроватка. Мой дом, там, где ты. Да? Между прочим, барышня, нас ждут великие с тобой дела. Завтра. Какие? Какие? Завтра мы с тобой... Ой, пойдем и подадим заявление в ЗАГС. Угу. Я по этому поводу приготовил ужин. А тут кто-то устроил мне. Тогда я остаюсь. Мир в отрёпках остается. Вкусный ужин. Блин, я забыл. А что там было? Ты скажи, что там было? Да. Линда, это ты? Да, я. Заходи. Послушай, ты... издеваешься надо мной, да? Я думала, ты встретишь меня другими словами. Ты заставила меня ждать. А ты думал, что я по первому требованию всё брошу и примчусь к тебе, да? Ты сказала, что сейчас приедешь. Во-первых, я этого не говорила. Во-вторых, не надо со мной разговаривать подобным тоном. А я не потерплю, если ты будешь делать из меня идиот. Я? Послушай, ты... Ты что-то затеваешь. Ты как-то странно себя ведёшь. Я не пойму, что. Я... Я просто хочу понять, кто ты такая. А? Женщина. Должна быть загадка. Но я хочу о тебе знать всё, понимаешь? Тебя с родителями познакомились. Мне не до шуток. Расскажи мне о себе. А если я не захочу? Послушай, я... Я не могу подпускать близко к себе человека, если этот человек от меня что-то скрывает. А мне кажется, что ты что-то скрываешь. Привет. Привет. Мить. Ты что, пил? Угу. Немного. Мам. Ну что, мам? Что случилось, а? Да ничего не случилось. Как не случилось? Вообще, с кем ты пил? Да какая разница? Человек не с прошлого. Мить, перестань, пожалуйста, говорить загадками. Ну, чего не хватало, чтобы мой сын запил? Ну, с Герой я пил, с Герой. Коньяк в нашем подъезде. Да, нашел где и с кем. А коньяк, мам, можно пить с кем угодно и где угодно. А потом вам мне показалось, что Герой уж совсем не такой, каким был месяц назад. Стал еще подлее? Ну, он понял, во что он влипает. Кажется, даже жалеет об этом. Митя, не очень бы ты доверял ему. Да все это крокодилово слезы. Он врет, чтобы использовать тебе. Ну, вот пусть и докажет, что это не так. Так, ну-ну. Мам, не собирайся с ним дружить. Просто сейчас как-то отказаться от него я тоже не могу. Кисенька, если ты забыл, я тебе напомню. Когда твоя жизнь зависела от него, он очень быстро от тебя отвернулся. Ну, вот поэтому и можешь гордиться, что у тебя такой сын, мама. Что я не такой, как он. Дурак ты. Да и рассказывать-то особо нечего. Ну и? Ну, была я замужем. За кем? Да это не имеет значения. Обыкновенный, богатенький Буратино. И что? Поняла, что замужество не для меня. Не ушла от него. Что дальше? А дальше? А дальше можешь не волноваться. Если ты думаешь, что я глаз на тебя положила из-за денег, то неспокойся. У меня все есть. Я сама себя содержу. Работая в стрип-барах, да? Работая в стрип-барах, да? Ага. Чем плохо? Что ты имеешь право? Работа как работа. Чего зря красивому телу пропадать? М? М? Угу. Нет. Конечно, я выбираю Митю. Ну так, слава богу. Что вообще не злая, что ты женщина? Я не забываю. Аж настоящая женщина должна быть мудрая. Я пытаюсь. Ну, как на Востоке говорят. На Востоке говорят, что женщина вода, а мужчина сосуд. И без воды сосуд пуст. Ну и вода без сосуда. Извини, лужа. Понимаешь? Так что, если ты проявишь терпение, то это не будет проявлением слабости, там, я не знаю, подчинения. А чем же? Это будет проявление любви и понимания близкого человека. Как же нам теперь помириться? Ну, это я не знаю. Вы, конечно, друг без друга не можете. Слушай, ты так хорошо мне все объяснил. Ну, что же делать теперь? Тань, вам надо жениться. Хватит глупостями заниматься. Поняла? Мить, а что получилось? Ты просто встретил старого друга и решил выпить, да? Нет, конечно. Ну, а что, что-то случилось? Может, на работе неприятности? Или с Таней? И то, и другое. Так я и знала. Я так и знала, что это добро мне и закончится. Не надо было Павлу взваливать на вас эту фирму. Вы еще не готовы. Да? А не готов оказался только я, мам. А вот Таня, она прекрасно знает, что она делает. А почему ты так решил? Да потому. Потому, мам, что она... Она все важные дела взвалила на себя. А я, получается, пришел на все готовенько. И квартира у нее есть. И ремонт там уже сделают. Ну, и фирма у меня готова. А я... Я альфонс какой-то. Да ну, ну, Митя, Митя, ну не преувеличивай. Ты что? Да что не преувеличивай? Она стала игнорировать меня, мам. Он сегодня... Сама организовала переговоры, Сама их провела. А меня даже в известность не поставила. Ну, я не знаю, Митя. Может быть, действительно Таня лучше заниматься переговорами. Она все-таки за границей училась. Отцу помогала. Но все-таки какой-то опыт. Мама. А мне кажется, что мужик должен... Должен вести свое дело, понимаешь? И пусть я не стану каким-нибудь там супер-пупер бизнесменом, но я буду знать, что я в жизни, я всего сам добился. Ну, пойми ты это, мама. Ну, подожди, ну, а что? Нельзя как-то договориться. Ну, распределите обязанности. Как ты не понимаешь? Ну, как ты не понимаешь, мама? Таня нужен идеальный мужчина, понимаешь? Глава семьи, глава дома. Идеальный. Ну, Митя, ну не бывает идеальных мужчин. Не бывает. А Таня... А Таня полюбит только... Только сильного и самостоятельного мужчину. Ну, самостоятельного человека, пойми. Да Таня уже любит. И любит тебя, Митя. Ну, не надо. Давай. Да. Тело у тебя красивое. И говоришь ты как-то тоже красивое. Спасибо. Только знаешь что, дорогая моя девочка, не дай бог тебе меня обмануть. Очередной приступ недоверия. А, я бы очень хотел тебе верить. Ну, так тебе нравится, да? Да. Очень нравится. У тебя такое тело и такие руки. Мне давно никто так не был хорошо и так прекрасно. Ты смеешься, и это здорово. Я чувствую себя маленьким ребенком. Мой малыш. Да. Мой малыш. Субтитры создавал DimaTorzok